Всем здорова народ, сегодня мы поиграем в мод на сталкерзов при пяти под названием опасный вирус Следующий мод по голосам в опросе, который я проводил в телеге Мод по-моему 15-го года, то ли 14-го, по-моему 15-го все-таки Я даже помню застал его релиз, смотрел всякие прохождения на релизе И оценки у мода, конечно, очень грустные 4 балла из 10, то есть мод сомнительный Ну и давайте посмотрим, что в нем такого сомнительного, за что он заслужил свои оценки Ну и постараюсь, конечно, пройти Надеюсь, не дропну, потому что будет грустно, поехали Не забывайте, там подписки, лайки, все дела, да, спасибо всем Все это дело меня мотивирует, погнали Так, срочное дело, поговорить с полковником Из секретной лаборатории был похищен кейс с вирусами, нужно его найти Сначала надо поговорить с полковником, он должен прояснить ситуацию Я скат, сталкер, с аватаркой Ковальского, блин Идем на блокпост Так, кто из вас кто, с кем мне говорить, почему вы здесь ходите Сходил бы ты лучше к командиру Вы блочите командира, к сожалению, не могу к нему пройти Так, ну-ка, тут лут какой-то есть Блин, ну я... О! А почему, подожди? Тут нет обычного приседа? Или что? Не понял Присесть, control На control ничего не происходит еще Вот если я нажимаю control shift, я ложусь нахрен Но это знаменитая поза ската, насколько я помню Можно пролезть, даже вот сюда вот залезть, типа Опа Все, я в тумбочке Зашибись Так, ладно, вот с тобой мне надо говорить Полковник Здравия желаю, товарищ майор Здравия желаю, товарищ полковник Оба-на, кого я вижу Так, это тебя присылали по этому делу Меня, товарищ полковник Так, давай без формальности А то товарищ полковник Слушать противно В общем так Время у нас в обрез Так что прошлое вспоминать некогда Сначала дело Очень срочное Так что извини, поболтать не получится Тебе в общих чертах объяснили? Объяснили Кто-то вынес из какой-то лаборатории какие-то вещества Мне надо найти тех, кто его нашел Забрать вещества и вернуть их тебе А теперь слушай и вникай В секретной лаборатории X-17 Группа сталкеров нашла странный кейс А в нем колбы с разноцветными жидкостями Трогать их они побоялись И правильно сделали Но через день Ползоны знала об этом кейсе И о месте его нахождения Как только мы узнали То сразу отправили своих агентов в лабораторию Но они там ничего не нашли Свободовцы Местный сталкер-ю Который в темной долине обитает Это место, где комплекс лаборатории расположен Сказали, что видели возле фабрики Троих, одетых в форме бандитов Атаковать их они и не могли И бандиты заключили почти со всеми кланами перемирия И отстегивают всем долю Их совсем мало осталось Будут воевать Все полягут Вот и сводят концы с концами Так вот, бандиты ушли на свалку А конкретно куда никто не знает Так что все ниточки тянутся на базу бандитов на свалке Сразу туда идти? Нет, сначала поговори с местными В первую очередь с торговцем Сидоровичем Он в курсе дела Поможет тебе Его бункер недалеко отсюда Ясно Но как я понял, военных тут не жалуют Что есть, то есть Твоя легенда Поддельный документ Проник в зону с целью наживы Твое снаряжение в тайнике на элеваторе Все объекты отмечены у тебя в ПДА Как узнаешь, что? Приходи Удачи, я не подведу Поговори с Сидоровичем Новое задание Знакомься с местными Ну, пока начало выглядит неплохо А это что такое-то? Лидер Два лидера Ну и метка на Сидоровича Снаряжение мне никакое не дали Снаряжение у меня, как мне сказали, на элеваторе Ну, пойдем сначала в деревню Посмотрим, что к чему Ну, начало, по-моему, у этого мода нормальное, да Проблемы, скорее всего, будут какие-то потом Не знаю, за что конкретно захейтили Я особо не читал отзывы Поэтому в процессе прохождения мы постараемся понять Это наша будет побочная цель Выяснить, почему у этого мода такие низкие оценки Но пока за первые пять минут геймплея Ничего такого не вижу Диалоги вроде написаны нормально Так, лидер Привет Че у нас тут, энергетики? Привет, волк Нужна какая-нибудь помощь? Здорово Если не трудно, смотайся на свалку Там где-то на кладбище техники Должен быть ящик с боеприпасами Будь другом, принеси Я бы сам сходил, но не могу молодняк бросить Я схожу Ну, типичный квест подай, принеси Ничего особенного О, а сейчас могу приседать Я почему-то... Подожди, странно Я через раз могу приседать Вот так вот просто стоя не могу А если я пойду, то присяду И через время Ну, конечно, странно Но у меня явно нет проблем с контролом Это что-то в моде непонятное С приседом происходит Зато вот так вот могу всегда присесть Вообще в любой момент Вот сейчас я не могу просто присесть Зато могу вот так присесть То есть контрол у меня работает Здорово Здорово, ты Сидорович И тебе не хворать. Что-то я тебя раньше не видел. Кто такой будешь? Я от полковника. Он сказал, ты в курсе и можешь мне помочь. А, так ты по тому делу. В другой раз содрал бы с тебя за инфу или по работе заставил бы. Но то дело срочное. Значит так, кто-то из крупных шишек на базе бандитов сотрудничает с иностранной разведкой. И те пообещали заплатить им за кейс. Как они так быстро узнали? Быстрее, чем наши спецслужбы? Ха, так у них тут своих агентов по всей зоне понатыкано. И средства связи у них не в кустарных методах из консервных банок сделаны. Вот и делай выводы. Теперь слушай внимательно. Тот, кто работает на иностранцев, получает от них большие денежки. И естественно, со своими братьями-саклановцами делиться не собирается. Шестерки, которые кейс принесли, скорее всего уже трупы или скоро ими будут. Но так, чтобы никто ничего не заподозрил. Кто мог такое провернуть? Ну, больше всего шансов было провернуть такое у Борова, лидера бандитов. У него точно есть связи. Потом их торгует Зуб. Бармен Жердяй, техник Затвор и правая рука Борова Фраер. Кто конкретно, сказать не могу, но я попросил Валериана, лидера сталкеров, отправить толковых ребят. Проследить за базой бандитов. Пойди поговори с ним. Их база на свиноферме за мостом. Понял, спасибо за инфу. Кстати, да, сегодня должен был выйти одиночный ролик. Я его наполовину записал. Там вышли проблемы. Поэтому, скорее всего, он будет после опасного вируса. Вероятнее всего. Такие дела. Так, а что это еще заметка? Место сна. А, ну, место сна это зеленое, а фиолетовое что-то такое рядом? Какой-то торгаш сидит. Здравствуй, сталкер. Как с тобой пообщаться с ногой твоей? Нептун. Привет, не найдется работенка? Слушай, мужик, я слышал воякам новые фонари завезли с мощной лампой. Если раздобудешь такое, отблагодарю. Поищи на южном блокпосте, может, завалялся где. Будет время, поищу. Метка имеется? Метки нету. Тут у нас кто? Лидер. Блядь, два лидера. Пойдем поговорим тоже. Два мужика стоят на одном проходе. Выглядит необычно. Потому что обычно там стоит один. Так, ну пойдем пообщаемся со вторым лидером на базе военных. Исчез нахрен. Жесть, что происходит? Не знаю. Ладно, в любом случае, я здесь за фонариками. Так, где могут быть фонарики? Давайте посмотрим. В вагончике вроде ничего нет. Тут у нас водка и консервы халявные. Пока что собираем всякое говно, так как мы бомжи. Так. А что это вы так друг на друга смотрите, а? Военные, вы чего? Ох, нифига, тут еще прыжок высокий. Забавно. А вот что мне как-то рассказали. Так, что у нас тут? Стандартные медикаменты, гранаты. Тут пусто. Ну, пока что никаких фонариков я не вижу. Здоров. Здоров. Как делишки? Ну, что-то тут ничего нет. Может, в казарме будет? Сейчас посмотрим. Так, ящик, который я, к сожалению, пока что разбить не могу. Что у нас тут еще есть? Ящик этот, я тоже коробочку не разобью. Тут пусто. Вроде ничего нету. С лидером поговорить я не могу. А где искать тогда? Возможно, на чердаке. Или, не знаю, допрыгнули я с этого ящика. Блядь, я буквально в эту щель проваливаюсь. Жесть. Что с персонажем сделали? Сходил бы ты лучше к командиру. А в БТР я могу залезть? Опа, да вообще без проблем. А вот тут, походу, и есть фонарик. А как мне его взять? Подожди, что-то он не берется. Мне нужно как-то, как-то авантюрно на него навестись. Или что? Или мне его нужно через окно взять вот это вот? Ну-ка, сюда пролезу. Не, ну, странно. Чё я не могу поднять этот предмет? Я его ударил несколько раз по приколу. Блин, как же это странно. Может, это не оно? И оно мне не надо? Достало. Как меня всё достало? Может, я через стены тут как-то подберу? Бля, непонятно вообще. Ну, раз уж чел делает такие жёсткие тайники, я считаю, нужно было и системой подбора что-то сделать. Потому что обычная запешная, она вот как-то странно работает. Короче. Во, вот так, всё. Потому что в некоторых модах можно прямиком навестись на предмет по-нормальному, да, и взять. А вот в ЗП иногда не получается когда-то прям в упорах предмету взять. Нужно как-то вот на каком-то расстоянии от него находиться. Нашли мы, в общем, фонарь. Фонарь с мощной лампой. Пойдём отнесём в деревню. Теперь лидер здесь. Если я подойду к нему, чё будет? Он пропадёт, да? А если я всё равно подойду, чё будет? Блядь, это какая-то фантомная метка. Какой-то фантомный лидер, о котором ничего неизвестно, и он пропадает, когда к нему подходишь. Уже какие-то странности начали происходить. Ну ладно, я бы не сказал, что это прямо что-то критичное, за что можно захейтить. Просто какой-то странный то ли баг, то ли заглушка. И может потом этот лидер будет нужен нам, ХЗ. Здравствуй. Так, сейчас с твоей ногой опять поговорим. Держи свой фонарь. Ух ты, вот это спасибо. На кладбище техники тайник должен быть. Посмотри. 4 тысячи ломать мясо. Приятно, приятно ломать мясо. О, он причём радиацию выводит, смотрите. То есть свойства тут переделаны. Круто. Бля, чё, чё с метками? Ладно, вот это уже начинает напрягать, я согласен. Ладно, фантомный лидер, но это чё такое? Ну хотя, по идее, насрать. Мы знаем, что лидер на АТП. Пойдём на АТП заглянем. Так, тихо, тут через мост не пройти. Тут аномалии. Здорово, ребятки. Чё, пустите? Я слышу, там кто-то голосом военных смеётся. Молчит. Музончик рубает у них тут. Гранатки халявные заберём. Аптечку тоже. Или не заберём, подожди. Бля, тяжело забрать из-за того, что тут место сна. Ну ладно. А тебе нормально на вот таком, блядь, стуле сидеть? Ха-ха. Бля, ладно. Гнилой, но он молчит. То есть он пока нам не нужен. Так, тут халява. О, тут тоже халява. Найс. Калашик нашли. Звуки у него, интересно, какие? Ну, стандартные. Кстати, я обожаю звуки калаша в ЧНЗП. Вот именно АКУшки и АКМа. Абакан не нравится. Ладно, нам сказали, у нас где-то снаряжение на элеваторе имеется. Наверное, где-то наверху. Пойдём залезем. Посмотрим, что за снарягу мне там оставили. Блядь, по лестнице едва взбираюсь. Чё нахуй? Я провалился в такую маленькую щель, блядь. Но поза ската это легендарное явление, если чё. Я его в своё время застал. Я забыл, насколько оно легендарное, что чел может вот в такую хуйню провалиться. Так, ящик какой-то. Но я не думаю, что это прям было моим снаряжением. Хм. Здесь ничего нет. И здесь ничего нет. А где оно тогда? Чё началось? А, там полторы у тоннеля обитают. Пойдём прогоним их. Ни хрена себе их тут. Но они лопаются, правда, довольно быстро. Буквально за выстрел. Но это странно, чё их тут так много. Короче, вы будете удивлены, где находится снаряжение. Я начинаю понимать, за что заходите ли этот мод. Снаряжение на дереве. Опа. Рюкзачок. Блядь. Забираем. Всё. Отлично. Так, Заря. Калашик. АК-105. Можно сюда поставить. Ну-ка. У меня звуки у него, конечно, такие. Аптечки. Медкомплект армейский. В состав входит армейская аптечка. Ну, понятно, используем. Распаковываем. Это у нас типа ИРПшка. Ну, всё, нормально. Затарились по полной. Тут квестовый НПС какой-то на мосту есть. Давайте подойдём к нему, поговорим. Ты прям выделяешься среди всех. Кот. Привет, работёнки нет? И тебе привет. Есть одна просьба. Я слышал на барахолке у диггеров бинокль с увеличенной дальностью обзора есть. Найди, а? Ок, найду. Ясно. Пока что многие квесты ведут на свалку. Это забавно. Так, ну мне нужно сюда. Тут у нас и техник, и медик все есть. Может, тоже какие-то квесты имеются. Энергетикой бахнем. Можем раздеться пока, чтобы выносливости побольше было. Привет, Валериан. Мы знакомы? Я от Сидоровича. По делу с Кейсом. Военный, значит. Почему сразу военный? У тебя на лбу написано. Ну да ладно, сейчас это не важно. Главное, не дать этой заразе выйти за территорию зоны. Я готов сделать всё, чтобы помочь. Мои ребята следят за бандитами. Тебе, наверное, Сидорович говорил. Так вот, пока удалось только выяснить, что Боров, их лидеры, точно ни при чём. Откуда такая уверенность? Оттуда, что если эту заразу не найдут в течение трёх суток, или будет достоверная информация о передаче кейса за бугорным наймом, ваш полковник сказал, что вынести почистую всю их базу. Почистую, точнее. Почему он мне не сказал? Не знаю. Мои ребята видели, как Боров пытался выявить крысу. И как успехи? Он нашёл одну шестёрку. Тот кричал, что всё расскажет, только дать ему горло промочить. Горло он промочил, последний раз в своей жизни. Где водку взяли? Он её из рюкзака достал. Случайность? Ага. А ещё один бандит в тот же день свалился с баррикад, почти возле самой крыши. А третий? Тут пока глухо. Предлагаю тебе прогуляться к базу, на базу к ним, и побеседовать с Боровым. Может он чего сам накопал? Да, и ещё, если что нужно будет на свалке, обращайся к Марсу, моему помощнику. Он на блокпосте приёмники. Ясно, схожу прогуляюсь. Думаю, не так ты просто, как кажешься. Ну-ка пойдём в соседнее здание прогуляемся. Квесты наберём. Здоров, есть работа? Чего ж нет? На свалке, на южной куче, вертушка попала в какую-то аномалию. Теперь она зависла на месте, а крылья вертятся. Народ кидал туда болты, так они все через вертушку пролетают, будто её там и нет. На ней был чёрный ящик. Я посылал ребят, но они не нашли. Поищи ты. Неплохо заплачу за него, хорошо. Как насчёт работы? Хм, работы? Есть одно дельце. На АТП лежит ящичек с инструментами, он мне нужен. Пойну принесу. Так, медик. Ооо, халява. Что-то ты бледный. Может прикольчик сделать? Есть работа? Есть. Где-то с год назад военные конвоировали последние разработки учёных саентаря на Большую Землю. Но одна из машин не дошла до периметра. Он сейчас находится рядом с депо, на дороге на Агропром. Если там осталось что-то, принеси. Ок. Ну, над диалогами тут не парились. С одной стороны, дай похуй. Типа, просто раздали квесты и всё, и хватит. Будет чем заняться. Так, ну пойдём на АТП искать инструменты, пока мы не ушли отсюда. Сейв 2 делаем. И поехали. Инструменты тут, конечно, не менее авантюрно запрятаны. Сейчас увидите где. А я сюда могу перепрыгнуть? Сразу могу. Затем ныряем вот сюда. И вот они, инструменты. Добраться до них довольно просто, на самом деле. Учитывая их характеристики ГГ. Слава богу, хотя бы их подкрутили. Но для этого разраб их и подкрутил, чтобы делать такие авантюрные тайники. Видимо, они мне очень нравятся. Но додуматься, конечно, непросто. Несём инструменты. Инструменты, коробка с инструментами. То есть обыкновенные. Даже не для грубой работы. Просто инструменты. Ну и после этого, наверное, отправимся уже на свалку. Потому что у нас все квесты на свалке. Все без меток, к сожалению. Хотя ладно, почти все. Некоторые всё-таки есть. Отдать инструменты фургону. В смысле, а почему он здесь? Подожди. Ну-ка, он сейчас телепортируется сюда, да? Или что? Его здесь нет. Меченый, какого чёрта? А если я перезагружусь? И вылет нахуй. Так. Начинается. Так, 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 так. Так, фургон-то не телепортировался? Меченый. Какого хуя, собственно? Я, кажется, начинаю понимать, за что у этого мода низкие оценки. То есть я сейчас добегу до блокпоста. И он телепортируется на ферму, так? Или он просто телепортировался на блокпост? Что-то я не понял прикола. Вот что за лидеры летают туда-сюда. О, перенёсся. Чё, блядь? Как? Я вообще впервые такую хуйню вижу в модах. Ни в одном моде я не видел, чтобы челы телепортировались вот так. Ну, максимум в Extreme Multiplayer Extension было смешно, когда челы там из-за пинга летали по карте. Но по факту, когда ты подходил, они были на месте. Всё было нормально. Ну тут пиздец, что это? Я впервые такое вижу. Чую, это прохождение будет весёлым. Забирай свои инструменты. Забираю. Вот твоя награда. И возьми на заметку. До Гнилова на том АТП другая банда была. Так вот, у их главаря был тайник с редкими артами. Прятал он его на том же АТП. Пока его тайник никто не нашёл. У я комбинезон сева вот так вот со старта на халяву. О, выброс. У меня ещё какой-то противогаз имеется. Ладно, лишнее давайте напродаём, чтобы бабки получить. В том числе препараты всякие. Ебать они стоят. Вот это чё такое вообще? Чё это я продаю? Да похер мне на такую радиозащиту. Она мне не пригодится вообще никогда в жизни. Я уверен в этом. Ёпта, сколько медикаменты стоят? Ёкарный бабай. 55 тысяч. Экономика тут поломанная. Ну и ладно, если честно, это последнее, о чём я буду тут думать. Так, давайте качаться. Броня, прочность, вес бронежилета, конечно же. Прочность, электротермо. Термо давай. И вот это. Восстановление сил, переносимый вес, количество контейнеров. Сюда, сюда, сюда. Опа, всё, фулл прокачанная сива с кайфом. Потом после выброса пойдём ещё медикаменты искать. Ой, медикаменты. Тайник этот искать на ТП. Наверное, знаете, ещё продам всё-таки. Укарот. И прокачаю свой автомат. Хотя, скорее всего, он ультра-супер-мега-а. Подожди, я ничего с ним не могу сделать. Он, скорее всего, ультра-супер-мега-временный, но я бы его прокачал. Ну ладно, не дают. О, найти укрытие, это не считается укрытием. Вот сюда надо. Ну ждём, ждём. Чё, выброс закончился? Я отходил просто. Чё, чел, в дверь встал? Проходи. А-а-а-а. Вот оно что. Ну, надеюсь... Ой, блядь. Надеюсь, эта пробка как-то рассосётся. Давайте, ребят, я в вас верю. Вы сможете. Там тоже челы тыкаются в дверь. Это база, на самом деле. Ещё в чистом небе так же было. Блядь, дверь закрывается постоянно. А я в позе ската вылечу отсюда. Можно? Опа-опа. Между ног. Между ног. Опа-опа. Опа-опа. Нормально. Зашибись. Так, сейчас пойдём за тайником на АТП. Пока шёл выброс, я посмотрел, где он был. Потому что, очевидно, сами тут ничего не найду, учитывая, какие тут тайники. И вы охуеете. Понятно, почему его никто не нашёл. Сейчас вы поймёте всё. Такое может найти только скат. Чё это у тебя за пушка? Подожди. Хрена себе, тозик какой-то красный, прям разукрашенный. Выглядит странно. Короче, как я понял, нам нужно вот сюда. А, нет, не сюда. Подожди. Вот сюда. Да, да. И внимание. Опа-опа. Вон он тайничок. Ну, такой только скат может найти в натуре. Так, чё у нас есть? Огненная молния. Ебать имба. Редкий артефакт, рождающийся при очень высоких температурах. Термозащита плюс 15. Макс вес плюс 70. Нормозащита плюс 66. Пузырь. Радиация минус 8. Макс вес плюс 3. Луна. В основной силу плюс 2. Нормозащение плюс 1. Макс вес плюс 6. Сельхозащита плюс 2. Псизащита плюс 6. А также снежинка. У которого куча негативных свойств. Короче, наверное, вот так вот сделаем. Вот так. Вот так. И вот так. Всё. Имбище. Просто имбище. Ну, понятно, почему этот тайник такой сложный. Потому что, кстати, здесь дают набор артефактов, которые с тобой, скорее всего, до конца игры. Ну, что можно уже точно ответить. Экономика в этом моде поломанная. Ну, если честно, для меня это не особо критический прям показатель. Раз уж легко играть, да и похуй. Надеюсь, хотя бы мод вывезет там какими-то квестами или геймплеем. Или чё. Не знаю. Чем-нибудь, короче. Так, ну идём на северное КПП. Переходы, конечно, на карте не отмечаются. Но по логике переход должен быть на свалку именно там. Ну, привет. Так. Здорово. Всем-всем-всем здорово. Привет. Ферум. Есть работа? Да. Один из наших разведчиков. Посеял ПДА в районе вагончика. Рядом из деревьев новичков. Принесёшь? Принесу. Блядь. Блядь. Не, давайте потом выполним это задание. ББ. Я на свалке. Итак, я на свалке. Вот он, мужик. Марс. Привет, Марс. Помощь нужна? И тебе привет. Нужна. Мне необходима текстолитовая основа. Такая должна быть где-то на северной куче. Найди, а я в долгу не останусь. Хорошо, найду. Но это чуть попозже. Так, что у нас по заданию? Давайте смотреть. Потеря нападают на кордоне. Ящик с боеприпасами. Накладывающие техники. Бинокль. На барахолке, по-моему. Чёрный ящик. ХЗ где? Это на агропром вообще. Ну, окей. Пойдём за ящиком с боеприпасами сначала. Надеюсь, он весит немного. Хотя чувствую, что много. Но, тем не менее. Чё вообще снежинка даёт? Я её заигнорил. Электропсихим, защита минус 6. Макс вес плюс 5. Санисию плюс 8. Да мне, в принципе, и так нормально. Меня артефакт выхиливает. Просто невероятно. Мне аптечки в этом моде буквально не нужны. Ну-ка, вот, допустим, я сейчас ещё раз в жарку попаду. Опа. Моментально выхилил. Как будто я под аптечкой всё время. Ну, а боеприпасы у нас... Вот они. Поднимаем предмет. Сколько весит? 20 килограмм. Блядь, ну, в принципе, ладно. Терпимо. А, кстати, по поводу... Чё-нибудь интересное по последним разработкам. Это же получается вот здесь, да? Мы сейчас всё сделаем. На базе бандитов у нас куча всяких меток. Сейчас со всеми пообщаемся. И вертолёт найдём. Точнее, чёрный ящик. Оно, по идее, тут недалеко. Но отсюда вроде не видно. Или видно? Да не, не видно. Груще, где-то оно там должно быть. Ну, вот здесь машина есть. Не знаю, о ней идёт речь или нет. Сейчас посмотрим. О, что-то имеется. Что это? Ладно, сейчас подберём, узнаем. Экспериментальная аптечка. Вот она что. Отдать аптечку к остолому. Отдадим. Сначала давайте ещё за чёрным ящиком сбегаем. Прежде чем на базу бандитов войдём. Бандиты, я уверен, мне тоже сейчас тут квестов понавыдают. Море целое. Знаете, у этого мода на самом деле вайп золотого обоза. Вот, по крайней мере, мне так показалось. Ну, не то, что показалось, а кажется. Так, а где вертилёт? Или он не здесь? А, вон он. Я кучи попутал. Пойдём, пойдём. Ну, вон он, да, типа, упал. Но у него всё вращается. Мне кажется, чел просто не придумал, как добавить упавший вертолёт. Не умел редактировать локации. Поэтому он заспаунил обычный вертолёт. И сделал легенду, что он как бы прозрачный. Потому что вертолёты прозрачные. Вот особенно такие, да? Типа при этом нельзя перестать его заставить вращаться. Не, ну, кстати, он не так... А, ну ладно, он прозрачный всё-таки. Короче, блядь, легендарно. Ну и вот он, чёрный ящик. Вот сюда закатился. Подбираем. Сколько весит? 5 килограмм. Со снежинкой похуй вообще. Ну, тогда будем со снежинкой бегать. Сколько на радиации даёт? 5. А у меня выводит 8. Нормально. Терпимо. Мулзончик там вовсю рубает. Всё. Поговорить с Боровым. Давайте сразу к Борову. Где он тут? В вагончике. 29 человек. А говорили, что их мало. Да вроде нормально. Ещё надо. Поэтому человек 10. Боров? А ты кто такой будешь? Я по делу. Удачного завершения, которого ты очень хочешь. Но если так, то я готов помочь всем, что в моих силах. Что-то выяснил? Кто-то вёл себя подозрительно? Толком ничего не ясно. Все ведут себя как обычно. А в случае с трупами? Хм. Слишком ты осведомлённый. Нашёл я одного из тройки, которая кейс забрала. Так он глоток водки сделал и сдох. А второй, который с баррикад упал. А нечего напиваться на посту. Не первый случай. Значит, толком ты ничего сказать не можешь. Не могу. Ладно, пойду. Я буду разбираться. Вернусь к полковнику. Уже? А как же сайдквесты? Ой, этого нету. Торгаш. Ну-ка, ни хрена себе. Торгаш зуб. Могу вот это говно продать по 20 рублей. Зуб молчит, ничего не даёт. Техник. Слый, фраерок. Работа есть? Ты тут не с лыкой. А работа всегда есть. На кордуне, около тоннеля с электричками. Или в самом тоннеле, где-то там. В общем, должен кейс с запчастями лежать. И ты ничего, говорят, там есть. Это тебе типа аванса. Притараня, а тебе деньжат. Не ссы притараню. Так, ещё в соседней комнате кто-то есть. Кто-то отмечается. Фраер. Работёнки не подкинешь? Подкину. Эти арт дам. По рукам, по рукам. Это, видимо, о разваленном хуторе идёт речь. Так, и кто у нас ещё есть? Вот ещё у нас есть бармен. У него тоже по-любому что-то найдётся. Ни хрена себе прикид, блядь. На этого похож. Я забыл, как его. Неважно, вы поняли. Кто понял, тот понял. Давайте ещё сюда прошмыгнёмся. Нам в любом случае нужно на барахулку за биноклем. Плюс там, возможно, какие-то новые задания будут. Привет. Ты кто? Витя Шип. Чем сейчас занимаешься? Оу. А, не. Никуда он не водит. А кто тогда отмечается? Подожди, или это внизу, чё, или наверху? Торгаж ещё есть. Топор. Работа есть? Если не трудно, сходи в лесок. Там ночью свечение странное видели. Проверь, что там. Ок. И следует лес на свалке. А, ну, ночью надо идти или не обязательно? Так, ну, видимо, чел, который отмечается внизу всё-таки. Нихрена себе ты, мужичок, жёсткий. Фишер. Но он молчит. В лесу свечение на свалке, да? Так, мне бинокль ещё надо тут найти, подожди. О, а подвал доступен? Доступен. Чё, в подвале? Мин? Нет. Уже хорошо. Ну, вроде тут ничего нету. Но бинокль спрятан, как всегда, авантюрный. Чё ещё сказать? Ещё я выяснил, что для свечения мне понадобится детектор. Минимум медведь. У тебя есть такой в продаже? Имеется. Давай. Не знаю, ночью чи не ночью, но... Короче, лезем вот сюда. И вот сюда. Вот он бинокль. Подбираем. Так, бинокль коту имеется. Пойдём за свечением. Где-то тут оно должно быть, по идее. Эт чё такое? Эт чё такое? Это опять челы телепортировались в очко какое-то. Так, чё тут опасности будут? Сейчас посмотрим. Я пока ещё ни единого выстрела замот не сделал. Не, ну сделал, но не по врагу. Тут собаки будут. Ну, постреляем собачек, значит. О, там вообще нет отдачи. Пофиг, плюс, пофиг. Так, где-то здесь должно быть. А, вот, вот оно. Лёд. Ладно, возможно, детектор даже и не нужен был. Красивый, кстати, артефакт. Ебать он даёт! Артефакт явно переливается синими оттенками. Очень похоже на ледышку, за что я получил своё название. На стране сию плюс 660, а чё не 666? На стране сию плюс 200, радиация минус 50. Ёбаный сыр. А можно, если я это оставлю? Ну ладно, сдадим. У меня и так МБВ артефакты. Куда имбови это? Не, ну куда имбови и есть. Но на пояс мне такое не надо. Слишком сильно. Там странный арт был, он и светился. Держи. Да, интересный арт. Держись за работу. Да, я слышал, что недалеко от тоннеля на болотах тайничок есть. На болото, точнее. На кордоне, типа, ты имеешь в виду? Ну, скорее всего. Ладно, возвращаемся на кордон. Сдаём задания. У нас тут целый набор заданий по пути. И ещё по пути найдём ПДА, который нужен на северном блокпосту. Или блокпосте. КПП, короче. Так. А, во, всё. Нашёл ствол. Я вспомнил то, что мне тут нужно было найти. Снайперское ружьё. Ну-ка. Ёб твою мать. Прицельную сетку в Пенте рисовали. Как и, наверное, саму текстуру. Да, ну это забавно. Так, поднимайте, если он чёрный ящик. Угу. А остальные у меня телепортировались нахрен, да? Какая жалость. Ладно, пока Шилов не телепортировался, сдадим ему. А то мало ли. Так, я нашёл чёрный ящик. Забирай. Молодец, а вот и твоя награда. Плюс ко всему расскажу тебе. На барахолке тайник должен быть. Да тут везде какие-то тайники. Так, пойдём под мостом задание сдадим. Возможно, к остолам телепортируется, когда я подойду. Да, он уже телепортировался. Ладно, давайте сейчас сдадим. Это трындец. Там была какая-то аптечка. Давай сюда. Нифигасе. Ты даже не представляешь, что ты нашёл. Держи за работу. И это, я слышал, что в районе моста, где отряд кота, тайник есть. Понятно. Чё даёт колобок нынче? Радиация плюс два. Заружение ран плюс четыре. Насыщение минус три. Санализирует плюс четыре. Тремозащита минус три. Ясненько. Ясно. Плюс понятно. Ну, тайник прямо сейчас я искать не буду. Мне, если честно, впадло. Я и так жёсткий в начале игры. Держи бинокль. Неужто нашёл? Вот, спасибо. Да, на свалке, на блокпосте, на бар тайник должен быть. Блядь. Буквально каждый выдаёт тайник. Так, теперь идём в деревню новичков сдавать задания волку. И потом с полковника поговорим. Ай, ну по пути ещё у вагончика поищем КПК. Наводку не смотрел? Попробую сам найти. Место вроде такое. Лёгкое. Даже если там жёстко запрятали, я всё равно найду. Тут, правда, плоти с кабанами. Но я думаю, это не проблема. Ну, давайте пару раз пальнём из Тозика. Тозик как Тозик, если честно. У него, мне кажется, даже урона мало. Всё, разобрался. Знаю, какие тайники любят разраб. Скорее всего, тут сейчас как-то жёстко запрятано будет. Или оно просто будет лежать? Я не верю, что оно просто будет лежать. Оно, по-любому, в кум-то очке запрятано. Например, вот здесь. Нет? Блядь. Блядь. Я даже сюда пролез, охренеть. Мне тут нету. Странно. Может, на вагончике? Но это было бы мега странно. Ладно, прикиньте, походу не найду. Ну, хотя он дал такую наводку у вагончика. Около вагончика, там, недалеко от вагончика. Чё-то такое он сказал. Наводка такая, сомнительная. Но я ничего не вижу. КПК обычно светится, как сумасшедший. Бля, не осилил. Гонекст. Вот оно что! Ясненько. Отдать подооферу ему. Но это потом. Идём к волку. Вот твой ящик, еле дотащил. Вот этот и помог. Век не забуду. Послушай, у нас сталкер один матерый был. Так вот, он был ранен в бою с бандитами, а умирая сказал, что сделал в нашей деревне тайник. Мы с полотником искали, но не нашли. Может, ты найдёшь? Давай. Нет, ладно, не найду. Гайда нет. Не хочу терять время. Пойдём уже поговорим с полковником. Будем, наверное, завершать на этом первую серию. Потому что я сегодня припозднился с записью. Мы защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Хорошо, что они, кстати, не останавливаются, когда, типа, хотят говорить со мной. Говорил я с Идрючем и с Валерианом. Был на базе бандитов. Толком ничего не скажешь. Пока ясно только, что Боров ни при чём. Кстати, а почему ты мне не рассказал про угрозу разгромить базу бандитов? Ну, прости, вылетел из головы. Да, там мой агент на связь выходил. Он что-то накопал. Встретиться с ним. Он ждёт тебя возле тоннеля на восток от АТП. Только быстрее. Он сказал, что что-то срочное. Я мигом. Ну, а встретимся с агентом-полковником уже в следующей серии. Пока что на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Ну, чё могу сказать по первой серии? Ну, забавно. Не сказал бы, что это мод прям супер говнищая. Знаете, это всё ещё лучше, чем вариант Омега-2. Если это лучше, чем вариант Омега-2, значит, это ещё пойдёт. Да, отдаёт Васянкой. Но довольно-таки приятной. Не знаю, как вам. Мне пока что нравится играть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии опасного вируса. Фоловьтесь на Twitch. Стримлю там. Заходите в телегу. Все новости и анонсы в ней. Ну, и в описании также будет ссылка на плейлист со всеми сериями этого мода. Чтобы вы не потеряли их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok